Выхожу даже в маске на улицу. Вернее, в подъезд. Обязательно в маске. Вылевти тоже в маске. Вот так вот. Болты вон какие, большие прикрутили болта. Большие, чтобы не разграбили ветром без дула. И там болта, да? И там же. Слышите. Как-то странно. Крабы уходы, да? Как кто? Как крабы? Странно. А, странно. У нее сейчас ноги запутаются. Так. Нет. Вперед. Взялись так. У меня девочка скажи всем привет дима моется у нас дима вот такая луковка луковка да скажи привет маши ручкой машинку выше ой не разбрызгивай снова всем привет привет как вы видели сегодня уже ролик я шла в подъезде в маске вот такая вот маска зелененькая и миши вы вместе с вами ролик где-то там выйти должен ближайшее время вот так же хочу сказать то что я маску одеваю когда выхожу в подъезд и одеваю ребенку потому что может получиться так то что человек с коронавирусом допустим только что зашел в подъезд побыл там лифте или на лестнице где-то рядом и то есть прошла я это мой ребенок поэтому маски одеваем обязательно в подъезде как только мы выходим из квартиры сразу одеваем маску и тогда идем дальше уже по подъезду в лифте там вот приходит там мама допустим с димой но они спускаются всегда на лифте вот я спускаюсь пешком чтобы лишний раз не мучить лифт потому что бывает у нас периодами очень часто ломается потому что потом будет не очень приятно когда придешься ребенком с прогулки уже был так а лифт сломан я помню как я с коляской подымалась как бы ну не очень удобно спускался там мужчина мужчина по моему помог немножко да было не очень удобно коляской ребенок и просто по лестнице с коляской ну неудобно поэтому я стараюсь лифт лифт не мучить лишний раз вот ходила сегодня зима ходила гулять с бабушкой вот они на детской площадке там погуляли детей практически не было он особо не общается с детьми так вот побегал поиграл вот а я пошла фикс прайс хотел вам там поснимать но там было много народу много народу я думал пусто будет вроде бы среди недели ну правда вечер конечно было будет пусто там много народу знаете так неудобно вот эту маску она здесь вот ну как бы мешает вот вы не смотришь она вот так вот мешает я понимаю то что я половину не вижу и спотыкаюсь об людей вроде бы они стоят как бы далеко друг от друга но реально об них спотыкалась задевала там то корзины задела то там еще вроде стараешься так идешь ну блин отвыкаешь что ли видимо не знаю мне кажется наверное скорее всего отвыкаешь то что дома постоянно сидишь дома свободно там нет не очень удобно было много народу быстренько быстренько прошлась взяла то что мне было нужно вот то что я купила скорее всего наверное я сделаю отдельный обзор покупок вот скорее всего наверное это будет так ну поснимать конечно да не удалось народу было много и я постаралась как можно быстрее быстрее взять думаю раз много народу тогда смысл снимать все стоят что-то думают там что-то смотрят я думаю уже как-то народ там быстренько забежал магазин купил и домой хотя бы не домой хотя бы выйти из магазина чтобы не за не дай бог там чего-нибудь не зацепить нет народ спокойно стоит смотрю там люди стоят многие кстати без маска ходит особенно молодежь там некоторые даже пожилые люди без масок то есть нормально ничего страшного подумаешь там как какой-то там вирус там чего-нибудь это наверное так думать не знаю вот удивляет меня знаете больше всего прошли два мальчика лет где-то 10-12 купили энергетики энергетические напитки их продают фикс прайсе спокойно хотя мне кажется к ним надо все-таки подписать плюс 18 и не продавать детям купили эти напитки такие прям как крутые пошли там пачку такую большую чипсы лэйс сели на лавочке открыли эти напитки открыли чипсы и грязными руками едят эти чипсы блин думаю там вирус они грязными руками едят думаю ну это же вообще это кошмар вот я всегда с собой беру такой вот это вот сейчас немножечко большеватая пачка а так я беру еще меньше пачечку салфеток влажных здесь вот вы у меня наверно видите наклейка поближе поднесу вот видите наклейка по-моему даже из магнита наверное наклеечки их обычно всякие вот такие вот наклейки дают при покупке там на определенную супу в магазине пятерочка перекресток магнит там карусель там не знаю лента ну короче во всех магазинах и они у меня как правило складываются складываются потому что я ничего не покупаю по акциям на этом не своя другая причина другая наверное будет история может быть когда-нибудь вот и они у меня так складывались складываются я думаю куда же их девать и и потом вот я изобрела такие вот типу салфеточки на них тоже есть отдельный обзор как я все это делаю не обзор вернее а как мастер-класс что лет называется не знание мастер-класс короче эти салфеточки я пром замачиваю водки то есть чтобы они были у меня прямо такие убивающие микроб микробов и допустим на улице я хочу поесть мороженку я достаю эту салфеточку поптирая руки как следует она как правило у меня мокрая очень бывает и настолько мокрая что с нее льется вот ну так мне не очень люблю люблю что просто мокрая но не сухая ну и чтоб не конечно же знать что это салфетка у меня проспиртованная я клею такие вот наклеечки это вот проспиртованная то есть это очень удобно достаточно и все то есть я накупаю закупаю сразу дешевых салфеток началу лета например наливаю там в чашечку этот спец иногда с водой разбавляем последнее время уже нет не разбавляясь водой я просто наливаю его в тарелью в чашку беру допустим таких влажных салфеток там ну не знаю штук шесть например и там их ну короче все это и короче ролик на это все ролик есть и в ролике посмотрите то заново сейчас все это объяснять и потом наклеиваю наклеечку это очень удобно у меня такая каждая пачечка у меня лежит в каждой сумке ну не в каждой сумке в которой допустим я пойду гулять я обязательно такую пачку кладу и если допустим на улице захотела поесть пожалуйста и также вот дима был поменьше когда еще руки засовывал в рот чего-нибудь он перил потрогает я тут же сразу протирал такой салфеткой там из автобуса вышли я ему сразу салфеткой руки протирала потому что не дай бог он в рот потянет то есть это очень-очень удобные влажные салфетки также вы можете покупать абсолютно дешевый то есть я брала в ленте первый раз когда начала делать в ленте брала сейчас вот я что-то не знаю я там но я давно не была и последний раз я была и что-то не видела их там продают они или нет в ашане по-моему я брала там я редко бываю последний раз вот я брала в магните были дешевые там что-то по 5 рублей они были еще в прошлом году и в начале этого года перед прибытием коронавируса вот я покупала еще 10 или 20 штук что ли взяла они были уже по 6 рублей были по 5 рублей стали пошли сейчас они уже 11 рублей стоят там немножечко обидно надо было побольше все-таки меня взять потому что в принципе они могут лежать сколько угодно они себе там лежат и лежат мне кажется ними ничего не будет от того что они допустим высохнут там мне как-то ну высохну значит высохну все равно и буду промачивать ничего страшного в этом нет единственное конечно они там заплесневеют тогда особенно мне кажется вот именно сейчас вот такие вот салфетки очень очень нужны поэтому купите обязательно такие дешевые салфетки у нас у вас есть много денег конечно можете подороже я покупала обычно по 20 по 30 штук вот так вот то есть много там сложишь там в ящички но я в принципе сама по себе как белочка люблю закупаться всякими такими товарами которые могут пригодиться мне по жизни там порошок например акция пошла там два больших мешка порошка купила там это и конечно когда карантин начался у меня уже принципе там больше половины есть мне осталось там туда только докупил продукты принципе не так уж и много и все в принципе у меня все есть уже вот да и принципе вот эти вот допустим вы будете сделаете вот такие вот салфеточки дадите своему ребенку и скажите сыночка моя любимая сыночек мой любимый вернее да протирай пожалуйста ручки перед тем как ты будешь есть чипсы потому что ну все таки блин эта инфекция попадает и только что ребенок представляете потрогал деньги да то есть дал деньги купил эти чипсы там этими руками там дверцы все вот это вот а потом этими грязными руками ест чипсы ну как бы дамы в детстве с вами были точно такие же мы ели там тогда это было другое время тогда не было столько инфекции как-то было нормально все может быть не за мной может сказать что мы не знали тогда ничего не говорилось может быть нам наши 80 90 года не знаю ну вот обязательно заведите обязательно себе сделайте такую салфеточку обязательно носите в сумочке своей чтоб она у вас была и как правило она мокрая находится кстати очень долго довольно она все летом может лежать мокрая и даже в принципе до следующего года она еще немножечко мокренькая но если у меня такая вот салфетка кстати сохраняется до следующего года это вот кстати я промакивала в прошлом году когда мы ездили на теплоходе потому что на теплоходе кстати вот выходишь из номера помоешь руки до выходишь из номера но пока ты доходишься там то дверную ручку потрогала то еще что-то потрогала стул ну его нужно стул отодвинуть чем ты будешь его отодвигать руками конечно и в итоге садишься у тебя опять грязные руки я не могу начать есть не помыв руки я всегда вот такими салфетками даже на теплоходе пользоваться и себе сразу и мужу и все протерла я знаю что они проспиртованы все хорошо микробы убиты я начинаю есть то есть вот прям с прошлого года она у меня лежит не знаю я посмотрю если она у меня еще мокренькая если пахнет спиртом то я не буду ее вот ну не знаю посмотрим будем ли мы вообще в этом году летом выходить что будет вообще у нас до лета что произойдет что изменится неизвестно вот но все-таки держите вот каждый раз я выхожу на улицу у меня в рюкзаке лежит такая пачка вот обязательно в рюкзаке если я там иду с какой-то сумочкой я другую сумку перекладываю или в карман если у меня нет сумки то есть прям обязательно и вот не не то что потому что у меня есть ребенок нет до ребенка я помню с мужем вот мы еще как раз жили до мужа то я по-моему до мужа нет я так не делала нет не делала тогда я не покупала селсетки как-то не особо это интересовало наверное не знаю почему но и на улице хотя да я на улице ты не ел толком да как-то на улице не особо а с мужем вот все время там мороз то он мороженку купит то это то есть а если знаете еще не покупайте если вы вдвоем не покупайте большие пачки они как-то очень быстро высыхают пачкаются почему-то очень быстро вот они неудобные лучше маленькие несколько маленьких потому что раньше я покупала большие думала большие лучше но что-то мне не нравится вдвоем от мне не нравится втроем там не знаю четвером если у вас конечно пятеро шестеро большая семья тогда да а если у вас двое трое то лучше маленькую здесь вот кстати это кстати фикс прайсе по моему купала рублей 25 она наверно стоила сколько здесь а 20 штук ну вот как раз 20 штучек чтобы было 15 по моему всех маленьких 15 но я же не покажу ее и в каком-то обзоре кстати показывала что я ее купил вот все наверное ой с вами долго я болтаю уже ладно давайте всем спасибо за просмотр с вами был канал арт мания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока